В 2014 году StarLadder TV представляет глобальную лигу по самой популярной игре всех времен и народов Dota 2. В 9 сезоне к традиционным сражениям лучших команд СНГ и Европы, StarLadder добавляет звездные серии в Китае, Южной Корее и Америке. В онлайн-части сильнейшие коллективы мира проведут 222 матча. Впервые в рамках гранд-финала встретятся не 4, а 8 команд. С 17 по 20 апреля в Киев-Киберспорт-арене за финальный приз и титул чемпиона Глобальной лиги сразятся 4 представителя дивизиона Европа-СНГ, 2 команды из Китая и по одной из Южной Кореи и Америки. Абсолютно все матчи лиги в Dota 2.TV для вас будут освещать комментаторы самых популярных студий SLTV и Beyond the Summit. Как и прежде, призовой фонд финала определят зрители лиги и фанаты команд. Стартовая сумма призового фонда — 80 тысяч долларов. Каждый купленный билет добавит в копилку призеров — 2,5 доллара. Смотри матчи в Dota 2.TV на пяти языках. Поддержи любимый турнир и команды. Они продолжают поддерживать нас. Мы делаем хорошие работы купить тикеты. Мы хотим следовать нашему команду на Старладдере. Вы можете следовать и поддерживать моего команда через Старладдер, а мы покупаем Старладдер-тикеты в Dota 2. Если вы купите тикеты, то цена будет увеличена, так что деньги будет в моем доме. Впервые в подарок к билету ты получишь оригинальный сет налича и лоудинг-скрин с пиктограммой Старладдер-ТВ. Напишем новую историю Dota 2 сцены вместе. Но ты купил билеты на Старладдер? Покупай билет черепаху. Так, ну что же, мы возвращаемся обратно. Финал Аматерской Лиги. 1-1. Счет у нас по картам. Бестов 5 играется у нас. Игра. Ну и что же нас ждет дальше? Вот этих команд я даже не знаю. Тяжело представить. Ну, Блэкколы и Супер Леджеты, по крайней мере, мы поняли с тобой то, что они друг друга достойны. Не собираются Супер Леджеты отдавать просто так Гранд Финал Блэкколам, которые забрали себе первую карту во второй игре. Все-таки Супер Леджеты сравнивают счет. И сейчас Супер Леджеты, по идее, должны быть на плюс морали и вполне себе могут позволить взять и вторую игру. А почему нет? Коллектив достаточно хороший, достаточно сильный. И на самом деле я удивлен, что я такую игру смотрю сейчас в АМ-серии. Мне кажется то, что эти ребята, если я не ошибаюсь, оба коллектива эти уже в 7-ми серии находятся. Да, да, да. Они попали туда не зря, это факт. То есть все, опять-таки я, ну как сказать, я уверен в том, что команды, которые доходят до Гранд Финалов, будь то это АМ, Семи или Про-серия, они достойны этого. И Блэк Холлы с Супер Леджетами, именно те две команды, именно те две самые сильные команды АМ-серии. И играют они здесь сейчас уж точно не зря. Эмбер Спирит, Визаж от Блэк Холлов, отвечает Дазлом и Думом Супер Леджеты по банам. Аппарат Кентавер на этот раз в бане от Блэк Холлов. Туда же отправляется Бристалбэк с Вайпером. Супер Леджет банит Ликантропа, Инвокера, Патму и Бэтрайдера. Вторая стадия пиков. Ну, тяжело сказать с пиков Мессаджа и Эмбера, что будет дальше. Мне тоже кажется, какой-то Крылатый должен залететь. Кто у нас еще есть Крылатый? Там вроде бы все или нет? Ну, паки какие-нибудь. О, пак. Точно. Ну, под Дрим Койл, то есть, залетать будет от Эмбера. Да, то самое, то самое, то самое, забыл, как это называется. Ну, Эмбер Спирит у нас будет Медовый, это по-любому. Ну, это да. Потому что уже появился Слардар. Даже и... Значит, если пака мы с тобой увидим, то пак будет у нас Хардовый. Угу, как вариант. Ну, еще под Слардара то же самое, пак, я думаю, тоже нормально будет залетать. Ну, в принципе, да. По Слардарам много чего заходит, особенно после получения 6-го левела Слардаром. Там, по-моему, любой из героев может навалить неплохо по тому, на ком висит у нас Amplified Damage. Да, это... Бедняжка просто называется. Ну,кс Ассасин, вот, команды Супер, Лейджет, Лейджет, Лаггет, ССЛ, скорочено. Ну, Нукс, который будет, как я понимаю, саппортом, вряд ли это будет Хардлайнер какой-то. Хотя, 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 я даже не знаю. Четвертым пиком все покажет, ребята, свой замысел просто. Да, пока что действительно непонятно, в какой роли будет Никс Ассасин у нас использоваться. С Даззлом, в принципе, комбина неплохая. Опять-таки, есть замедление, есть стан. Не удивлюсь, если это будут два гонкающих саппорта, если Даззл пойдет через Poison Touch. Ну, если это нормальный Даззл, он, понятное дело, Шелл Грейв возьмет, как-никак, рано или поздно, а не тот. Не знаю, на Pro-серии, по-моему, мы видели или нет, в общем, Даззла, который вообще Грейв не качает. И вопрос в том, зачем этот Даззл нужен. Ну, если опираться на предыдущие события, то есть СЛ и гангующие саппорты, мне кажется, это что-то не то. А то как-то у них не заедет, я думаю. Ну, да, первая игра это показала, посмотрим, что будет в третьей. Ведь сейчас ребята все-таки на плюс мораль находятся, поняли то, что способны отжимать карту Блэхколов. И сейчас будем смотреть, кто у нас на ком и как будет играть. Лид четвертым пиком от Блэхколов. Второй саппорт команды под Слардара. Два саппорта просто нереально диких. Если это будет трипла в сложной линии, я этому вообще не удивлюсь, потому что трипла очень агрессивная. Опять-таки, два слоу, стан, много дэмэджа. Визажа я люблю называть герой для ФБ, учитывая его огромный дэмэдж с Суа Самшина, который обычно... А, ты имеешь в виду так, а я думал... Да-да-да. Нет, не наоборот. Для ФБ, ну ладно. Уж точно не наоборот, потому что визаж, на мой взгляд, один из топ саппортов, которых можно вообще придумать. Но за визажа нужен хороший микроконтроль. Посмотрим, как пойдет с этим героем у Блэхколов. Надеюсь, все будет удачно. Но, если это будет дерущийся трипла, я этому не удивлюсь, а буду только рад, потому что, по идее, эта трипла должна делать фраги нон-стоп. Любого, кого видишь, кидаешь там, я не знаю, либо Бласт, либо Грейвчилл, и просто избиваешь с руки. Посмотрим, как получится. Шторм Спирит четвертым пиком от Супер Леджетов. Намекает на Лайфстилера. Соло Мид. Кстати, да. Кстати, да. Очень сильно намекает на Лайфстилера. Ну, посмотрим. Лайфстилера пока что не видно в банах. Сейчас, возможно, Блэхолл именно этого героя забанит. Или же нет. Здесь очень хорошая инициация. Если Никс Ассасин еще и соберет какой-то блин к себе, который будет палить всю движуху, которая происходит под Инвизом, Шторм Спирит туда будет врываться с Лайфстилером, и вот тебе, пожалуйста, хорошая бомбочка, которая будет одного героя так вырезать точно. В драке. Все дружно посмотрите на Лича. Ну да, Лич из этого... Самый плотный герой. Да, да, да. Из этого пула героя самый, в кавычках, плотный. Что ж, ласт бан от Супер Леджетов. Сейчас должен быть забанен какой-то оффлейнер. Возможно, Клокверк. Опять-таки, чтобы не было хорошей инициации. Но это Сларк. Такое. Еще одна имба. Да, но куда здесь лезет Сларк, я не понимаю. Ну, типа, Хартлайн. Говорят, нормально. Должен стоять. Покажи мне, кто это говорит. Ну, у него, конечно, есть хороший эскейп в виде пунча, но, по-моему, это герой, которому нужен и фарм, и фаст-левел, для того, чтобы он хоть что-то представлял в мид-гейме, а не просто стоять и терпеть. То есть, Кентавр видим в бане, Бристалбек в бане, Вайпер, Вивер в бане. Хорошо так, по Харлайнерам-то прошлись. Пэтрайдер в бане, Патма. Выбрать... О-хо-хо-хо! Я говорил, что где-то Гай-то я видел, тот самый, на Акса. Боже мой! А ты просто посмотри, весь этот снова Ау-Е. Да, да, да. Все нормально. С ума сойти. Но если это Акс будет с двумя щитками, которые я сегодня встретил в пабе, я не знаю, как происходит такого. Который будет крутиться. Который будет крутиться и вертеться каждую вторую атаку. Да. И когда ты пытаешься убежать, играя на Эмберспирите от него, такое. Это я наболевшим. Так, ну что же, последний пик. Вот, ребят. Я даже не знаю, что может залететь на Мейн Кире. Ну, помимо Лайфстиллера, я имею ввиду. Ну. Ну, ну, ну. Ну, ну, ну. Вместе сейчас Супер Леджеты не возьмут Лайфстиллера. Это будет грубейшая ошибка от них. Потому что сейчас все идет именно к этому герою. И, по-моему, все здесь, ну, просто вот под него шикарно. Есть несколько саппортов, которых легко вырезать будет под рейджом. Там, я не знаю, 3-4 тычки даши и лично с визажом загнуться при каких-то ошибках. Поэтому Лайфстиллер-то герой дерущийся. И герой дерущийся с ранних левелов. Почему его не взять, я не знаю. Но осталось 10 секунд, и сейчас Леджеты думают все-таки кого выбрать. У меня сейчас будет рука-лицо, если это будет не Лайфстиллер. Один. Лол. Что это? Они не выбрали? Я не знаю. Вроде бы как... У нас вроде бы все дабы нас сразу забирают, и что-то я не понял. Так, ладно. Тогда получается у нас Никс Ассасин Хардовый, Дум, Дазл, Бэйн. Трипла с легкой линией, Шторм Спирит, Сол Мид. Минута молчания. Ну, по-моему, это грубейшая ошибка. Были настолько чудесные герои, настолько чудесный герой. И почему они его не взяли, я не понимаю. Возможно, просто не умеют играть на Лайфстилле. Ну, как вариант имеется. Других причин я просто не наблюдаю. Но то, что сейчас был пикнут Бэйн ласт пиком, для меня это не то чтобы сюрприз. Бэйст для меня это все-таки рука-лицо больше. Потому что Бэйн ласт пиком, ну, такое. Не думаю я, что, конечно, такое увижу, но да ладно. Итак, смотрим. На Шторм Спирит у нас играет Смайл за сторону Радиент. На Дазл у нас сидит Техмех Нора. Сложную линию занимает Олли Штаникс Ассасин. И керри команды СЛ Винни Винцента Думбрингер вместе со своим саппортом на линии Екином. Команда СЛ против них команда ОЕ Блэкхолл достается тебе. Как всегда. Give it to me now. У нас на Личеб на Венбаре у нас играет Афа Нинджа, если не ошибаюсь. То есть FNV играют у нас на Аксе. Боже мой. На Слордаре у нас играет Горчицу. Ну и на Ави Саджи у нас играет Just Must Live. Именно так. Ну что же, выходит, у нас крипы. Никаких начальных каких-то скваток мы не увидели. Как это было. Не было, точнее, в прошлых играх. Да и в этой мы не увидели. Так что начинаем смотреть, как будет всё у нас происходить. Что-то у нас 1-1, напомню. Поэтому очень важна карта для одной, так и для другой команды. То есть... Очень большой буст даст по... По чём? По эмоциям. Да, скорее всего, просто по морали, да. Это будет влиять именно на мораль. Так, здесь у нас на топе. 2 на 2 у нас собираются играть ребята. Даззл, Никс Ассасин против Слордара с Лесником Визажом, который здесь на Атпулу сейчас будет качаться. Даблстак не сделал почему-то, непонятно почему. Вроде тайминги были 53 секунды, находился рядом. Почему бы не сделать, непонятно. Снизу у нас Дабла. Дум Лесной, что ли? Дум Лесной? Я вот смотрю, просто... Да он, наверное, просто Крипа сейчас себе ищет нужного. Сатиров нету. В смысле нет, он выйдет же на линию рано или поздно. Я думаю, сейчас просто ему нужно найти нужного Крипа. Но... Крипа, как говорится, нету сейчас. Кентавр есть. Поэтому, что делать, думаю, непонятно пока что. Ты посмотри, какая у нас стычка в миде. Эмбер Спирит против Шторм Спирита. Два брата. Да, уже где-то мы видели, по-моему, на финале про-серии было такое у нас. Да. На финале про-серии было такое у нас. Противостояние, где... Ох, а кто победил у нас? КПГ у нас заняли первое место. Да, я понял. А кто в той схватке... Я тоже сейчас не припомню. Ну да ладно, зачем оставили бы и на соло, я не понимаю. Зачем ему нужен фаст 6 левел, учитывая то, что он отыгрывает роль саппорта. Своей команды сейчас в легкой линии. Дали добивать крипов, которых он не фармит. Не знаю почему, то ли боится, то ли еще что. Акс, кстати, без двух щиточков. Донарь. Сверху, опять-таки, у нас вроде драк не происходит, но оба коллектива размениваются по хп. Видим немножко битый Никс Ассасин. Битый, скорее всего, от крипов. Визаж почему-то не ведет себя агрессивно, хотя мог бы себе позволить, не знаю, погонять, накинуть слоу. Ну, Лич тут спалил всю движуху, которую делает у нас Doom в лесах. Ну и выходит на Миддлэйн, на Штормспирид. А Штормспирид проблемы очень большие, как видим. Ну, это, наверное, Ферстблат, как я понимаю. Да, Штормспирид без маны, последние пару тычек. Плюха от Лича. И забирает он, конечно же, Ферстблат. Сразу же 700 голды есть, покупает тут же. С тестербатором. Нормально, все нормально. Да, все хорошо. Кстати, сколько там игр? 36. Ну, нуднарь. Не мог себе посмотреть. Я не знаю, я что-то сегодня ко всем цепляюсь. Хочу хорошие доты. Они что-то не особо хорошую пока что показывают. Правда, оба коллектива дерутся, в принципе, нормально. Особенно при драках 5 на 5. Понятное дело, я так драться не смогу. Им, по идее, это нужно делать, так как все-таки за 200 долларов борются. Там, как я понимаю, первое место 200, второе 100 долларов, верно? Я с финансами не очень сильно дружу, потому что не та специальность у меня. Поэтому вот так вот. Понял. Ну, в общем-то, плевать, на сколько там денег. Главное, первое место. Такое. Так, продолжаем смотреть. Штормспирит левел 4, эмберспирит левел 5. На левел практически обгоняет. Хотя, хотя... Можно посмотреть. Дума, подожди. Нет, друживает. Дума здесь похарасил неплохо, там, наверное, Акс раскрутился. Нет, он вышел битым, Дум, просто на линию. Ну, а Акс просто кинул свою... штуку под названием горелка. Или как она называется там-то. Дум, кстати, из лесов не особо хорошим вышел, потому что левел 4 у Дума есть. Кстати, получается сейчас бласт неприятный. И если бы побежал дальше Акс, на горелку там маны не было, поэтому Дум выживает. И придется ему сейчас бежать на базу, скорее всего. Так как отрегениться он не может. Есть, конечно, базиль, есть ринков реген. Реген 3 и 2. Все, зачем база какая-то. Смотри, сейчас пойдет крепас, есть где-то и все. Ну, правда, я посмотрю, как он... Ну, сейчас посмотрим, что будет делать этот Дум. Ну, пока что приходит только на Икспул, которую фармит здесь Шторм Спирит. Шторм Спирит имеет, ну, Талисман, Бутсов Спид и Абусит Боттл. Ну, я думаю, и бутылки нет, у Шторма. Такое. Лич заходит по Талар, дает бласт по Бейну. Бейн вообще в планике, не знаю, что делать. Ну, и выходит просто в леса. Ну, Бейн здесь и... Пососать кого-то может. Брейн Сна взят на тройку, там дэмэджа 230, и за счет этого восстановить ману. Тот же крип, чем не таргет по этому плану. Хотя, конечно, лучше какого-нибудь Акса или Лича пробить на 230 дэмэджа. Такое. Врывается на Шторм Спирит, а Шторм Спирит много дэмэджа, не успевает уйти с ультимейта, и Эмбер Спирит делает второй фраг в миде на Шторме. Седьмой левел тут же поднимает. Ну, огонь побеждает пока что Электрику. Что-то вы дальше. Что за сравнение? Ну, хотя так и есть. Если задуматься. Ладно. Что мы имеем сверху? Слардар, левел 4. Четвертый левел Слардар. Проблемы у Бейна, тем временем. Ну, и Бейн, наверное, от сюда уходит. Бах. 3-0. Как давно я хочу поиграть на Аксе, потому что, видя вот этот ультимейт, который просто что-то невероятное творит. Актазл взрывает, но там Грейв не спас никаким. А разве Грейв не спасает, или он не успел накинуть? Ну, я бы сказал, не успел накинуть быстрее всего. Там как бы все вместе произошло. А я понял то, что не спасает. Подожди, так это же вообще имба. Какая разница? Да подожди, это же вообще имба получается. Акс пробивает с ультимейта Грейв Дазла. Ну, если все мы увидели с тобой правильно. Я, по крайней мере, увидел так. Ну, пусть будет так. Воу. Это нужно проверять. Это... Блин. Это же вообще забей. Ладно. Тем временем, саппорты команды АОЕ занимаются отпулами. Дабл стак крипов делает на большом... Даже трипл стак. Нет, все-таки дабл не получился. Еще один отвод. Визаж фармит крипов, отводит еще и с линии. Получился дабл отвод. Четвертый левел поднимает. Сейчас будет пятый. Пока что больше никто как бы лес не выносит. Там Дум, правда, бегает сейчас у команды СЛ. Полису пятый левел имеет. Шестого нету. Ну, такое. Не особо. Лакс просто на трифарме стоит. Смотри, просто зашел за тавер. Ну и себе крутится нормально. Ему щиточек второй нужен. Ну, днарь, ну что с него взять? Такое. Пропушивает. Пропушивает, конечно, они вышку без особых проблем. Там Акс вытанковывает много дэмеджа. Оно и понятно. Будет выходить, скорее всего, в Vanguard. Дальше какой-то Блинк. Плейт Мэйл. Ну, в общем, по стандарту Акс пойдет. Судя по тому, что он так собирает много денег, я думаю, сразу Блинк будет от него. Не будет там особо ничего и придумывать. Так, тут у нас пока что драка на два фронта. Вроде бы как бы, да. Вроде бы и Дум дамажил там сильно лечат. Да и Бейн тоже там заслипал у нас с того же Акса, который потом ответил тому же Бейну. Да, и пока что мы имеем 0-4. 0-4 Ауе лидирует. Слардар там пытается гонять Никс Ассасин. Никс Ассасин под Амплифай дэмэджем получает стан. Раз тычку, два тычку. Ну, Олеча пробила больно. Эмбер Спирит... Со штормом опять-таки своего брата отправляет в небытие. Где это случилось не... Я не знаю. На мидле. Даззл там не спас жизнь своего собрата. Даззл четвертый левел и он юзлис. Да, тут вообще СЛ ничего не могут сделать. Просто-напросто. У Акса появляется Блинк Даггер, который уже к нему летит. Девятая минута. На топе Слардар внижает Нуксат тем временем. То есть, мне кажется, уже можно писать ГГ. Тут тоже хоронишь команду сразу. Так, Штормецкий. Вортекс там притягивает у нас Акса. Акс у нас уходит отсюда. Даззл. Даззл у нас живет. Даззл. Даззл живет-то у нас. Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо. Пытается здесь погнаться за Визажем. Визаж у ЛХП уходит. 120 ХП остается. Отпивается Фласка. Тем временем драка там продолжается. Акс пытается добить Шторма. Шторм выживает. Даззл тоже выживает на ЛХП. Но погоня там не заканчивается. Да, Визаж. Неужели уйдет? Да, уходит Визаж. Все-таки выживает. Дум не достал. Один фраг сделали СЛ. И на Аксе, который забежал за Тир-2. А тем временем Слардар спокойно разрушил вышку на топе. Вместе с Эмберспиртом, которые, кстати, в драке вообще не участвовали. То есть это была драка, по сути, 3 в 5. Да, если я не ошибаюсь. Но опять же говорю, что вообще ничего не могу сделать СЛ. То есть просто заходит под Тауэр и только там он тогда уже умирает. Тем временем Шторм Спирита. Да. Опять отправляюсь в таверну. Связочка от Эмберспирита плохая. Получает он неприятное замедление. Уходит, наливает ему здесь ману. Можно поставить, я не знаю, реминанты и постараться как-то ворваться. Потому что там спилы вроде как замакшены у Эмберспирита, кроме Флэймгварда. Лишь приостанавливают какие-то проблемы у Ауэ. Одну минуточку просит. Ну, что-то я там такое интересное увидел, конечно же. Где-то я пропустил. Пропустил, пропустил, пропустил. Да, пропустил. Или что-то сказать хотел. Боже. Ладно, тем временем. Десятая минута встречи. Счет 1-8. Пока что без изменений. Полная доминация команды Ауэ на карте. Что будет дальше, не знаю. Я думаю, закончится все в этой игре. Скорее всего, скоро. Там, я не знаю, к 20-й минуте примерно. После того, как Акс получит Вангвард, если он будет собираться через него. Потому что первым артефактом купил он Бриндаггер. Пока что больше ничего не появляется. Тысячи голды на руках есть у Акса. Так. Шторм. Подфармливать. Шторм. У нас 1-4 уже, кстати говоря. Вот что я хотел сказать. Фидаг. Я вспомнил. Ты мне шторма просто напомнил и все. Да, конечно, соло-мид линия не удалась у команды СЛ. И нельзя назвать то, что именно Шторм Спирит здесь виноват во всех неудачах команды СЛ. Понятное дело, он один из тех, кто, кстати, здесь пытались сагрить Шторм Спирита. Хорошо он и выйдет. Правда, получает бласт. Горелку на него кидают. Но успевает уйти, потратив всю ману. Приходится бежать на базу. Вот ли один заряд. Не отпится. Такое. Ну, на Т2 дальше идут у нас АОЕ. Бэйн. 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 Ну, ксассатин, походит у нас Виндейти. Будет кого-то пытаться зацепить. Понятное дело, будет цеплять какого-то саппорта. Например, у нас... Кто у нас тут? Ну, Лич уже впереди находится. Находился сзади. Ну и что же. Акс. Врывается в домах. Да, ждет у нас. Теперь, точнее, чейн от плеча. Ну, минус ду, короче говоря. Под Амплифай дэмэджем, конечно, с Соло Самшина очень много дэмэджа заходит. И Дум там без шансов каких-либо не выживал. Разумеется, дэмэджа хватило для того, чтобы отправить этого героя в таверну. У Слардара Пайп, который был изюзан вот здесь вот первый раз. Я еще удивился при себя, откуда Пайп, у кого он прочекал Акс, у Акса вроде не появилось. По идее, это именно Аксы собирают. Но видим то, что здесь первым артефактом у Слардара Пайпа. В принципе, Пайпа здесь, разумеется, нужна. У них с Ассасина бонючий проказ с магических спиллов. Вендетта там вроде физически наносит, да, остальные все магически пробивают. Плюс Шторм Спирит, который будет летать, наваливать очень-очень больно. Бэйн, который будет высасывать много маны под... много ХП под Финс Гриппом. Все это будет очень-очень больно. И, понятное дело, Пайпа здесь нужна. Думал я, конечно, что появится этот артефакт, но появится он именно у Акса, а не как у Слардара. Но тем временем ловит Шторма. Пятый. Вер Спирит. Враг на Шторме. Пятый. Из десяти. О, боже. Ладно. Половину Сфидонил. Конечно, неприятно сейчас Шторм Спирит уиграть, я думаю, у него там бомбит жутко. Снова юзается Пайпа. Зачем такая ранняя Пайпа, я не знаю. По идее, такие ранние Пайпы собирают против аппарата, который там с получением шестого начинает раскидывать свои ульты. И собирают это всякие кентавры с аксами. Но здесь какая-то другая ситуация, как мы наблюдаем. Пытаются разменяться сейчас СЛ на вышку по миллу. Пробили ее на одну треть ХП и больше ничего не могут. Гуд гейм. Ну... Соглашаются с тем, что они здесь ничего не смогут делать. Один-десять. Люблю я такие игры, конечно. Четырнадцать минут. Если я не ошибаюсь, в одной-второй Аматорке одна игра завершилась за четыре минуты, да? В этом сезоне. Да. Я что-то подобное слышал? Да-да-да, что-то было такое, кстати. Ох, господи. Ну ладно. Что ж, что мы имеем с тобой? Один-два, а у Е пока что лидируют. Не смогли СЛ совладать со своими соперниками. Посмотрим, что будет в четвертой игре, которая стартует. Начнется, да, именно так. В 2014 году StarLadder TV представляет глобальную лигу по самой популярной игре всех времен и народов Dota 2. В девятом сезоне к традиционным сражениям лучших команд СНГ и Европы StarLadder добавляет звездные серии в Китае, Южной Корее и Америке. В онлайн-части сильнейшие коллективы мира проведут 222 матча.